Десятимесячный Ваня Фокин, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, чувствует себя все лучше. Как сообщает Минздрав, мальчик перешел на самостоятельное питание, активно общается с мамой. Напомню, ребенка эвакуировали в Москву с серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой. Сейчас он остается в НИИ, неотложная детская хирургия и травматология. Врачи московского НИИ, неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать состояние 10-месячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения от сознания малыш постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня проявляет эмоциональную активность и общается с мамой. Минстрой России проведет демонтажные работы и инструментальное обследование дома в Магитогорске, где произошел взрыв бытового газа. После этого уже выдадут заключение о том, пригодны ли здания к проживанию. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Министр отметил, что по седьмому и восьмому подъездам уже никаких вопросов нет. Понятно, что их демонтируют, а людям, которые потеряли жилье, перечислят деньги на покупку квартиры.